Приветствую вас. В первую очередь надо сказать, что мы психологи не ставим диагнозы, то есть диагнозы ставить это могут врачи. Вот мы как бы этого не делаем. Мне кажется, мы это делаем вполне справедливо, потому что не очень это хорошо ставить диагнозы. Я думаю, что именно с точки зрения психологии, да, именно с точки зрения психострофии, ничего хорошего нет. В том, если мы будем ставить вам какие-то диагнозы, говорить, что да, у вас, вот, паническая атака и так далее, например. Ну вот, просто потому, что это немножечко так не работает. Я думаю, что у вас есть определенные сложности, конечно же, что-то. То есть комок в горле частенько возникает, когда человек себя пытается сдерживать в чем-то. Комок в горле появляется, когда человек запрещает себе что-то говорить, когда запрещает себе человек что-то выражать. Соответственно, как правило, из-за этого появляется комок в горле и вот появляются такие вот, ну, такие переживания, такие симптомы, как у вас, вот. Поэтому здесь нужно, на мой взгляд, смотреть вашу историю, вот, смотреть вашу историю максимально, что называется, подробно, вот. Потому что в ней есть ответы на все вопросы, в принципе. Так, по крайней мере, как правило, происходит. Таким образом. Как правило, бывает. Вот. А что-то где-то вы сдерживаете, вероятно, достаточно, ну, достаточно сильно. Ну, вот. Что-то где-то вы себе не позволяете. Ну, да, у вас есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но, по факту, не все вероятно, так радужно, потому что, ну, если бы это было полное спокойствие, то, на мой взгляд, такое состояние бы у вас не возникло бы, его бы не появилось. Ну, вот, раз такое состояние у вас возникло, раз такое состояние у вас появилось, значит, вот, как раз, не все так хорошо. Вот, и, соответственно, наверное, было бы лучше, как-то, посмотреть, ну, на то, насколько вы счастны с собой. Да, вот, насколько и как вы, как вы счастны с собой. Возможно, вы увидите, что где-то честности вы избегаете. Вот. Ни в коем случае не обсуждает цели вас обвинять на ничем. Вот. Вот. Но, важный вот момент заключается именно в этом, вот, что какие-то вещи, возможно, вы просто не замечаете. Вот. И, соответственно, задача у нас, у психологов, вкратце заключается в том, чтобы помочь вам обратить внимание на эти вещи. Вот. Вот. Которые вы сами вытесняете, вероятнее всего, вот, которые вы сами, вероятнее всего, боитесь, может быть, вот, признать. Да. То есть, как бы, тут вот, к сожалению, есть вот такие, ну, не очень хорошие варианты. Вот. К сожалению. Если чего-то вы избегаете, да, если чего-то вы, вот, ну, привыкли избегать, каких-то моментов вы привыкли избегать, вот, то это легко можно понять. Вот. Легко можно представить, легко можно вам в этом помочь, так сказать. Вот. Вот. Но только, вот, при условии, если вы сами согласны, да, если вы сами согласны эту помощь принять. Вот. Вот. Пример. Примерно. Примерно. Такой ответ я мог бы вам дать сейчас. с точки, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения своих ценностей, вот, которые у меня есть. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Да, необходима внимательность к себе, вот, необходимо развивать эту внимательность к себе. Вот. Вот. Необходимо, не побоюсь этого слова, культивировать эту внимательность к себе. Вот. Потому что, если, если субнимательность вы развивать в себе не будете, то, вот, как раз, всё может перерасти в, действительно, паническую атаку. Ну, я хотел бы обратить ваше внимание, конечно, на то, что вы хотите опереться на диагноз, да, ну, то есть вы хотите, чтобы мы поставили вам диагноз, сказали, паническая атака это или нет. Ну, повторюсь, важен не диагноз для нас, например, как для психологов важен не диагноз, а важно больше ваша история, вот, ваша жизнь, вы как личность. Вот, это очень важный момент, и, соответственно, если вы хотите что-то изменить вот в себе, например, то гораздо более эффективнее будет вам не искать в себе. Диагнозы какие-то, да, а гораздо эффективнее будет преследовать, ну, преследовать себя, преследовать, вот, свою жизнь, вот, свои эмоции, свои чувства. И дальше уже будет плюс-минус более вам самой понятно, вот, в какую сторону вы, ну, хотели бы двигаться. Вот, 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 примерно, такой ответ я мог бы вам пока что предложить, да, примерно, такой ответ мог бы вам дать. На этом все, надеюсь, что это было полезно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, желаю вам решения о своей проблематике обращаетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова